В Грозном состоялся инвестиционный форум, в котором принял участие председатель правительства Республики Дагестана Думуслимов Думуслимов, где активно обсуждались вопросы по развитию горных территорий, которые были поддержаны на федеральном уровне. Напомню, что в прошлом году на первой Кавказской инвестиционной выставке руководство Дагестана уже обращалось с предложениями по решению данной проблемы, в связи с чем была создана рабочая группа под руководством замминистра экономического развития России Сергея Назарова. На данный момент ею проводится работа по созданию информационной базы для подготовки федеральной основы правового регулирования вопросов развития горных территорий. Даже история получается с горными территориями. Мы на сегодняшний день, собственно говоря, попросили из студии географии, Академия наук несколько сделала своих заключений и характеристик, какие критерии должны быть, какими критериями должны быть определенные горные территории. На сегодняшний день нормативно, еще раз повторяю, мы эти критерии там относительно выбрали, они нормативно не закреплены. Сейчас, собственно, в площадке правительства мы пытаемся, соответственно, определить эту категорию. Горные территории для Дагестана имеют стратегическое значение как в социально-экономическом плане, так и с точки зрения сохранения и развития нашего богатого духовного и культурного наследия. Поэтому и решено повысить внимание органов власти к этой теме. На данный момент принят закон Республики Дагестан о горных территориях республики. И реализуется государственная программа. Уважаемые коллеги, государственную программу на поддержку населения и бизнес в горных направлениях развития реального сектора и экономики, мы оказываем в рамках, как я уже говорил, государственной программы социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан. Всего за три года реализации госпрограммы поддержано более 370 заявок. Ведели в эксплуатацию депричных комплексов общей площадью 2,9 кг. Также премьер-министр выступил с инициативой создания Центра горных исследований на базе Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Благодаря данному центру будут проведены фундаментальные исследования по горной тематике во всех регионах России путем концентрации усилий научно-исследовательского сообщества. Премьер-министр региона также обратил внимание участников на необходимость поддержки в виде софинансирования из федерального бюджета, расходов на строительство и реконструкции мелиоративной сети в горных территориях. Необходима поддержка в виде софинансирования из федерального бюджета, расходов на строительство и реконструкции мелиоративной сети в горных территориях, которые позволят только нашей республике ввести в оборот порядка 40% сельскохозяйственных земель и улучшить качественные показатели производства сельскохозяйственной продукции. Качественная мелиоратива нужна и для восстановления некогда развитой республики террасового землетелия, которая использовалась для захватки садов, выращивания пченицы, кукуруз, картофеля, капусты. Все это экологически чистая продукция. В завершение круглого стола Сергей Назаров назвал общей задачей создание условий жизни в горных территориях, которые позволят не только сократить отток населения с гор, но и чтобы жители возвращались жить и работать из города в сельскую местность.